Я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных. Кто такой Лукашенко на самом деле? Я картошка. Это все, что я хотел сказать. Кому, когда и зачем он готовится передать власть? Я недавно буквально пришел к такой идее. Суровый алфавит белорусских будней. А. Отписались. Буква Ж. Жесточайший. Что будет с парадом самоубийц? Как бы это не настораживало присутствующих здесь врачей, должен сказать, что мы не можем отменить парад. Бог с ним с карантином, но устраивать парад, куда приходят тысячи людей? Мы точно не пойдем никуда. Мнение людей, аналитика и последние новости. Смотрите прямо сейчас на канале Нехта. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. В одном подъезде медики в защитных костюмах готовятся забирать нового заболевшего. В другом уже начали праздновать свадьбу и чихать хотели на коронавирус. У нас никто не чихает без Лукашенко. Это Беларусь, детка. В борьбе с COVID-19 наша страна продолжает находиться в топе. В топе стран с наибольшим количеством новых случаев на миллион населения. В последние дни мы продолжаем стабильно держаться в первой пятерке. Обогнали даже США и Великобританию. А ведь месяц назад Белорусский Минздрав уверял. Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы бы с вами имели 840 случаев в день и ничем бы не отличались от тех стран, которые расположены рядом с нами. Теперь же, имея прирост по 900-950 новых случаев в сутки, наконец-то их превосходим. Все лаборатории работают на максимальных мощностях. Делать больше тестов в день они просто не в силах. Люди по 7 дней могут не знать свой результат и разносить вирус вокруг. Тесты есть. Не хватает врачей и специалистов. Никому работать. Смотрите, что делать. У нас полувоенное практическое положение. Весь город забит пневмониями. Весь город забит пневмониями. Это необычная ситуация. Чтобы проктолог лечил пульмонологических больных. Это нормально или нет? Нет. Но такая ситуация возникла. Докторов нет. Больных делать некуда. Вчера уже повезли чисто одни короны, подтвержденные в хирургическое отделение. Забили. Ложить некуда. Что сделали дальше? Неврологическое отделение. Но не готовы мы к этой эпидемии. Во всех больницах города Витебска объявлен карантин. И во всех больницах города Витебска есть коронавирус. Как людей нормальный здоровый помещают в такие больницы? Объясните. Вы знаете что? Давайте поговорим так. Пациенты к нам поехали в понедельник вечером. Мы до четверга работали без защитных средств. Все доктора. Резко сокращается и количество мест в больницах. Сейчас в Беларуси занято почти две трети больничных коек, выделенных под больных с COVID-19 и пневмониями. Немногим более 18,5 тысяч выделены для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Из них почти 6 тысяч коек пустуют. У нас есть очень хорошие цифры. Я тоже попрошу их показать. По количеству коек на 10 тысяч населения Беларусь на четвертом месте в мире. И отстаем мы только от обеих Корей. Южной, Северной и от Японии. Эти актеры даже не глянули на статистику белостатов, в которой указано, что было всего лишь 88 коек. А в 2019 году их количество и вовсе уменьшилось до 84. Причем еще какую-то неделю назад было занято 9,5 тысяч коек. Видимо, и с пиком тоже обманули. Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля, в начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Кораник. Но уже не нас с вами, а себя. Мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца тому назад, доложен мне министерством здравоохранения. Выдержим до православной Пасхи. Значит, жить будем. Теперь это уже не конец апреля. Нам надо выдержать, ну, боюсь сказать, ну, до начала лета. До начала лета надо напряженно выдержать. Думаю, что с Божьей помощью мы как-то справимся. Уже когда ты мне говоришь, продержимся, у нас все нормально, я уже не доверяю и ориентируюсь на худшее. Дальше больше. Обогнали мы уже не только 40-миллионную Украину, но и соседнюю Польшу. Теперь наша страна вторая после России в Центральной и Восточной Европе по количеству зараженных. Ура! Позади субботники, Пасха и Радуница. Впереди парад победы над здравым смыслом и массовые мероприятия к 75-летию окончания Великой Отечественной общей стоимостью как 200 аппаратов ИВЛ или миллионы литров антисептика, масок и защитных костюмов для медиков. Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная вещь, это глубоко идеологическая вещь. Это очень важно. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вируса. Может быть, умирали и от других болезней. Но они этого не ощущали порой и об этом не думали. Участвовать в этом шоу отказались даже последние оставшиеся братья, китайцы и россияне. Ведь в стране сотни умерших от пневмонии и других болезней, которые указывают в причине смерти вместо коронавируса. Хотя и официально Минздрав насчитал уже более 100 смертей. Правда, государственной статистики веры нет. От ковида погибало 3-4 человека в день и при пяти сотнях инфицированных, и при пяти тысячах, и сейчас при 16. Официально от коронавируса в Беларуси умирает меньше процента от всех заболевших. В то время как в соседних странах от 1 до 5 процентов. А СМИ ежедневно рассказывают о новых фактах смерти. Во всем мире президенты стран высказывают своим гражданам слова поддержки. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких. Давайте циновать тех, кто сейчас поруч с нами. Помиритесь – можливо. А повернуть тех, кого мы втратили – нет. СМИ ежедневно рассказывает о том, что выразы взаимодействия для наших ближших. Не обернувшись, но не меньше, чем жизнь и здоровье для людей. И это занимает взаимодействие и солидаритет в нашей общественности и в Европе. Пока по ГОСТ-ТВ пенсионеркам упрямо рассказывают веселые истории о белорусах, укрывшихся от мирового психоза на островке стабильности. В Белоруссии я не вижу угрозы для себя, поэтому даже когда появится возможность уехать, я не стану этого делать. В Белоруссии я чувствую себя довольно-таки безопасно, потому что здесь, насколько я вижу, соблюдаются меры безопасности. Я поддерживаю нашего президента. Я считаю, что правильно, что меня был введен карантин. То есть люди живут, ходят, что-то делают. Индийские студенты, например, наоборот, просят спасти их от Белоруссии, где никаких мер не принимается. Говорят, этот ролик стал вирусным в Индии. Страусиное отношение Лукашенко к проблеме может нехило аукнуться на самих белорусах. И речь здесь не только о смертельно опасном бездействии, но и об утраченных возможностях. В первую очередь финансовых. Евросоюз не даст Беларуси обещанные 60 миллионов долларов, если наша страна не начнет выполнять рекомендации ВОЗ. К тому же белорусам могут надолго запретить въезд в Шенгенскую зону из-за бездействия властей. Даже в загнивающей Европе о здоровье белорусов думают куда больше, чем в самой Беларуси. Но что выберет Лукашенко? Деньги из Европы на нужды медицины и спасенные жизни тысяч людей? Или военный парад и дальнейшее игнорирование рекомендаций? Судя по всему, второе. Это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятий. Люди не одобрят. Если мы, испугавшись, разбредемся по норам. Но почему нельзя просто прислушаться к рекомендациям ВОЗ? Надо комендантский час, ведем комендантский час. Нас кое-кто подталкивают в спину. Давайте карантин, давай Лукашенко такой-сякой. Я говорю, слушайте, люди добрые. Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости. На вилы Лукашенко поднимут и так. А вот комендантского часа от Беларуси никто даже и не требовал. Главное – напугать народ крайностями и грузовиками с трупами в США. Скрыв, конечно, неудобную для себя сторону. Все получают еду абсолютно бесплатно. Во время карантина три раза в неделю выдают еду. Мясо. Макароны, да? Накидали, молодцы, ребята. Вот американцы молодцы. Вот это все раздают во время карантина совершенно бесплатно. Каждому жителю Америки государство выплатило 1200 долларов и собирается выплатить еще две. Кстати, еще одна интересная информация – любой заболевший коронавирусом в США будет лечиться бесплатно. Это государство никогда не оставит своих граждан в виде, будьте уверены. Неудивительно, что многие белорусы хотят, чтобы было, как в США. Вот только копировать Америку будут, по всей видимости, количеством зараженных. Всемирная организация здравоохранения просит Беларусь присмотреться к рациональному и логичному опыту других стран, где принятые меры уже позволили начать смягчение карантина. Но Лукашенко стоит на своем, ведь как можно признать вирус, которого нет? Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Кое-кто его действия даже поддерживает. Нужно верить в себя. Вы знаете, что мы не заболеем. Тем более с такими врачами, как у нас, с таким нашим президентом, как у нас. Он никому нам не даст умереть. А точнее, Лукашенко точно не заболеет, ведь перед каждым совещанием у чиновников берут тест на коронавирус. А вот сам он пока якобы не проверялся. Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости. Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует. И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет. Но коронавирус к усам все ближе. На карантин закрыли монастырь, который Лукашенко посещал на Пасху. На самоизоляции несколько сотрудников БТИ с президентского пула. А верная подружка, теперь уже депутат Маша Василевич, как оказалось, тусовалась с монахинями из монастыря, где нашли коронавирус. Теперь нельзя Машку-заляшку, только козу на вазу и телегу с разбегу. Но заразиться ему не страшно. Лучшие врачи страны в трехкомнатной персональной палате спецклиники в Ждановичах все равно откачают. Аппаратов ИВЛ, лекарств и средств защиты у них точно хватит. А результатов теста не придется ждать неделю. Никаких ведомственных больниц быть не должно. И никаких специальных больниц ВИП для чиновников быть не должно. Они должны лечиться в таких же больницах, как и везде, как любой простой человек. Это обычная практика в любых нормальных странах. Но куда там царю опускаться до уровня душой простого и наивного народца? Мы его сдали как Бога, Господи, хоть бы он приехал. Вы знаете, что такое приезд президента? Это же радоваться надо. Асфальт у нас был только до нашего дома. А так асфальт положили до конца. Согласитесь? А что там на Западе, милые мои? На Западе кто живет? У кого деньги есть, кто-то живет. У кого денег нет, кто такой, как мы, работяги от Сахиба и Косы? Они там бедствуют хуже, чем мы. Правда, сейчас даже те, кто с одной стороны поддерживает, с другой ругает. Я, например, не согласна, когда президент ругается с Россией. Не надо нам ругаться с Россией. Не надо. Это старший брат. А старшим и богатым братам надо и помолчать. Что же, пожинать плоды многолетней растяжки между двумя стульями эквилибристу в любом случае придется. На носу выборы, на которые ползти абсолютно не с чем. Казна пустеет, а недовольство людей растет. Население страны впервые с 1976 года упало ниже 9,4 миллионов человек. Самоубийств 470. Многие просто не выдерживают столь высокого уровня жизни и уезжают. А те, кто остался, детей не делают. Дорого, несмотря на заявленную помощь. Давайте договоримся. Третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый, сто процентов, пятый и следующий – это мои. Согласны? Молчат. Я говорю, чего молчите? А ржать же надо. Ну вот ржать я за вас вору не могу. Интересно, что больше всего людей в стране было на момент прихода Лукашенко к власти. А за последующие годы сильнее всего сократилось именно сельское население. Более чем на миллион. Как говорится, теперь хватает и одного колхозника у власти. Антошка, Антошка, пойдем копаться. Картошка. Антошка, Антошка, пойдем копаться. Картошка. Есть мнение, что белорусы чересчур много требуют. Как заявил недавно народный депутат Клишевич, основная социальная поддержка в Беларуси – это возможность работать. И если надо, правительство всегда поддержит. Терпение и труд – все перетрут. Раз. Кончил дело – гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет-нет, это не надо. Красиво жить не запретишь. За год белорусы взяли в кредит почти 3 миллиарда рублей. В марте прирост был максимальным за последние месяцы. Похлеще, чем у короны. Теперь деньги в долг берут даже на оплату коммуналки. Но зачем брать кредит, если можно просто экономить? Мне все в жизнь приходится экономить. Ну, на самом основном еда. У нас на широкую руку жить не получается. День все маленькая, все растрашивает. Сокращают, да. Приходится экономить на питании и все такое. Ну, хочет чего-то такого рыбненького, такого вот, а она дорогая. Стараемся в чем-то себе отказать. Ребенку меньше внукам сладости купить. Больше на продукты питания. Да, уже опять реальная ситуация с той, что на бумаге и в ящике расходятся. Приходится напоминать людям, что они в раю живут. Минкульт снимет сериал про Беларусь для народа почти за полтора миллиона долларов. Вот только успеют ли перед выборами? Беларусь. Страна для жизни. За менее чем четыре месяца до оных Лукашенко приходится вертеться, как ужу на сковородке. Краб на галерах его уже давно наклонил и готов в любой момент поджарить. Европа навстречу не идет. Вот и приходится закупать нефть аж у Саудовской Аравии. Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии. Поставщик национальной неценной компании «Сауди Арам Комна». Сложно сказать, насколько это рационально и выгодно. Хотя если национальная идея «пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа их будет две», тогда да, рационально. Не дай бог правительство заразится Российской Федерацией. Что будет? А не дай бог Мишустин что-то случится. И ведь сглазил же. Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. За что не возьмется, про что не скажет. Все как проклятое проваливается. Что там, кстати, по обещанной поддержке экономики и бизнеса? Третья неделя пошла, как прогрессирующее падение выручки достигает 90-95%. Кассы нету даже 600-700 рублей, ее просто нет. Представьте, просто нет. Если ситуация будет таким образом развиваться и дальше, то ожидают социальная катастрофа. Уже не будет идти речь даже о сохранении бизнеса как такового. Будет идти речь о сохранении существования. А что по кредиту от МВФ? 3 миллиарда долларов по 2,28% годовых на 10 лет. Хороший кредит, хороший объем, который я у них просил, и процент хороший. Ни Россия, ни кто нам под такой процент деньги не дает. Поэтому это выгодно не обсуждается. Вот только кредит на 10 лет уже обсуждается лет 8. А это была запись 2015-го. Вбухивать деньги в никуда США не спешит. Там их считать умеют. Без готовности к изменениям и реформам в экономике средства никто не выделит. И Лукашенко думает, что и как поменять так, чтобы у корыта остаться. Одна из возможностей – казахстанский вариант транзита власти с назначением преемника. По мнению политолога, взамену Лукашенко может представить даже в самый последний момент. А кандидатура станет совершенно неожиданной. Мол, среди кандидатов есть шанс увидеть экс-главу администрации президента Наталью Качанову головой Качалову. Или даже широко улыбающегося Европе главу МИД Владимира Макея. А вот про сыновей таких слухов нет. Да и надежнее будет, если Витя останется присматривать за силовиками. И вообще, говорят, об этом мало. Вряд ли операцию станут проводить в этом году. Нехватка времени, коронавирус и упавшие рейтинги нужно будет как-то усмирять толпу. Александр Игорь Григорьевич, в свое время я голосовала за вас. И кто мог сказать против вас хоть какое-то слово, я могла, честно слово, горло перегрызть. Я защищала вас везде и всюду. Сейчас я глубоко ошибаюсь. В этом году голосовать за вас я точно не буду. Вот я вас очень прошу, уйдите по-хорошему, с поста. Если Лукашенко не скинут на выборах в августе, наиболее вероятным сценарием остается поэтапная передача власти с помощью изменения Конституции. Об этом снова заговорили под шумок вируса и прикрытием шпица. Смотри, малыш, смотри. Внимание. Планы на следующую пятилетку строятся так, будто бы нынешние выборы уже выиграны. Параметры, вопросы будущей пятилетки, потом вопрос Конституции, он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию. Образ решал и Лукашенко больше не решает и сыпется. Секретарша Наташа выдумывает странные пиар-акции вроде этого публичного звонка насчет закупки аппаратов МРТ. А лучше мне 10 КТ. Компьютерные, компьютерные, не ЯМР, а КТ. Да, для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом. Доброе, ну пока, пока. Но все это лишь еще больше раздражает народ. Хоть бы не выставлял уже на показ свой новый кардиган датской фирмы Хакила за 300 евро. А то опять действия со словами расходятся. Нет, надо бриоли. Надо гуччи. Надо еще какие-то шмуччи. Слушайте, носите свое. Слушайте, давайте наше белорусское поносим, а? Пускай, может, оно будет немножко не тех мод, ну, без дырок на колене. Как девчонки сейчас штаны носят и мужики. Надо протереть дырку. То, что раньше мы стеснялись на улицу выходить, сейчас дырками ходят. Ну, давайте уже не будем протирать эти дырки, а будем ходить в белорусском нормальном белье, нормальной одежде. По сути, у Лукашенко остается лишь одна опора. Силовой блок и надежные прихлебатели. И побольше со мной стоит осяг эта измена Пахранцова. Человек 6-7. Она говорит, мне деньги платят за то, что я делаю. И мне все, что скажут, тоже я и буду делать. Потому что есть приказ, есть понятие приказа. И приказ должен быть выполнен. И нет тут никакого личного мнения. Я такой говорю, подожди, подожди. А если вам скажут человека убить, типа, что вы будете делать? Если мне скажут вас убить, я вас убью. Потому что приказ есть приказ, и он должен быть выполнен. Перед выборами традиционно усиливается давление на блогеров и общественных активистов. Нужно перестать выпускать уже эти ролики. И строиться на работу. Давай, самок заканчивай, ерундой заниматься. А то что? Фальсификация дел для белорусских силовиков – дело обыденное. Николая Детка, например, пытались судить за то, что 2 февраля он якобы разрисовал стену общежития. Был даже свидетель. Вот только тогда Николая вообще не было в Беларуси. Из Польши он вернулся на день позже. И это подтверждено штампом в паспорте. И я показал это все, но ни ментам, ни этой лжесвидетельницам это не стало абсолютно никаким препятствием. Она продолжила говорить, что нет, я уверена 100%, что это ты. Я тебя там видела, это ты рисовал. Такие же провокации устраиваются и против других блогеров. Кого-то пытаются заблокировать на Ютубе, кого-то подводят под реальную уголовку. Было сообщение о ложном минировании, там где кто-то какие-то мои контакты указал. Я пояснил, что ничего об этом не знаю. Якобы Белорусская железная дорога получила через сайт сообщение о том, что Цыганович Владимир Владимирович заминировал ЖД вокзал. Никакого отношения данное письмо к моей семье не имеет. А самые активные уже отправляются на сутки. Александр Кабанов отбыл 15-суточный арест за то, что вел прямой эфир с протестной акцией в Бресте. Ухаженка, ухаженка! Ухаженка, ухаженка! Охоту объявили и на его коллегу Сергея Петрухина. Он очень хочет еще пять лет над нами покомандовать. И сейчас для него самое главное убрать то, что ему больше всего мешает. Тех, кто говорит то, что ему не нравится. О беспределе белорусских силовиков мы будем подробно рассказывать в следующих выпусках. Пандемия в Европе постепенно идет на спад, но все еще представляет большую опасность. Власти изо всех сил стараются заставить людей оставаться дома. В шведском городе Лунд, например, в парках решили раскидать куриный помет. По мнению властей города, зловоние должно отвадить жителей от массовых гуляний в теплые майские деньки. Кстати, в Швеции карантин так и не был введен, на что любит ссылаться Лукашенко. Потому не удивляйтесь, если он решит перенять и этот опыт. А, давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет. А вот в Германии, где карантин есть, на улице вывели полицию. Дело в том, что 1 мая это только в наших широтах Субботники и Принудиловка. Во всем остальном мире, где политикой занимается не только государство, в этот день проходят левые манифестации. И этот год не стал исключением. Радикальные любители коммунизма, феминизма, ЛГБТ и нелегальной эмиграции широкими рядами вышли на улицы Берлина. На радость русских туристов даже включили с колонок гимн Советского Союза. Вот вам гимн, короче, в Берлине. Так вот русские живут в Берлине. Прослушивание советских песен и шествие во время карантина предсказуемо закончилось столкновениями с полицией. В американском штате Мичиган возникла похожая ситуация. Только там свое недовольство происходящим выражали ультраправые. Эти ребята считают коронавирус заговором жидорептилоидов из демократической партии и требуют немедленно отменить карантин. В порыве гнева они даже захватили здание парламента и сорвали совещание о продлении ограничительных мер. Что характерно, националистов и борцов с рептилоидами поддержал Дональд Трамп. Эти социальные группы традиционно входят в его электорат. И скорее всего их ряды будут пополняться после того, как Пентагон вспомнил случай с НЛО и обнародовал видео, заснятые американскими военными летчиками. Но срывать покровы умеют не только у них. В ДНР недавно тоже сделали заявление, повергшее в шок всю мировую общественность. В этой связи мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины. Но не обязательно быть конспирологом, чтобы провести параллели между событиями, разворачивающимися в российской Якутии, с американским фильмом ужасов про инопланетян «Нечто». Мы возьмем у всех кровь и узнаем, в ком эта тварь. В поселках газодобытчиков на карантине оказались заперты более 10 тысяч вахтовиков. Там свирепствует коронавирус, но их начальники из «Газпрома» не торопятся давать результаты тестов и вообще принимать хоть какие-то меры. Газовики остались с вирусом один на один, без нормальной медицинской помощи и возможности изолироваться, при этом не зная, кто заражен, а кто нет. При этом некоторая часть российского духовенства настаивает на вывозе вахтовиков, а также всех остальных сторонников самоизоляции куда подальше. Предлагающие русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их. Смею вас уверить, что как только это произойдет, то сейчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. А вот в Японии, пожалуй, удалось найти равновесие между сторонниками и противниками карантина. Еще с начала пандемии правительство объявило, что жестких мер принимать не будет и попросило граждан самих соблюдать социальное дистанцирование и переходить на удаленку. Японцы откликнулись на просьбу властей и добровольно отменили все массовые мероприятия. Также позакрывались почти все места больших сборов людей, а вместе с ними и вторичное производство. А уже с этого мая все жители Японии, в том числе бездомные, иностранцы с длительными визами и заключенные тюрем, будут получать от государства по 100 тысяч иен, то есть примерно 930 долларов. Кстати, уже известно, что глава правительства и министры от получения этих пособий отказались. В соседнем Китае дела тоже пошли неплохо. Коронавирус там отступает, люди возвращаются на улицы, а дети в школы, оборудованные по всем возможным и невозможным медицинским рекомендациям. В Китае бытует мнение, что коронавирус был занесен из США, и поэтому людей с не азиатской и особенно африканской внешностью сейчас там не особо жалуют. Хотя, может, китайцы просто пересмотрели это легендарное видео и слишком впечатлились? Ян Вербицкий обо всем на свете. Друзья, это и многие другие видео вы смотрите абсолютно бесплатно. Мы не просим у вас никакой финансовой поддержки, тем не менее, хотим порекомендовать такой же бесплатный ресурс. Ведь знания должны быть бесплатными, а за информацию не всегда надо платить. Именно так считают благородные телеграм-разбойники из канала Шейрвуд. Парни дублируют дорогущие курсы и популярнейшие книги по бизнесу, дизайну, программированию, иностранным языкам и куче других направлений. Эти материалы эксклюзивны и в открытом доступе их, конечно же, нет. Чтобы получить все это добро бесплатно, просто вступайте в Шейрвудскую банду. Также у них есть форум, где опубликовано более 80 тысяч самых разных курсов. И доступ ко всему этому богатству можно получить по стоимости пары поездок на такси. Сроки акции ограничены. Актуальный адрес форума всегда указан на их специальном сайте. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Подписывайтесь и на наш канал, жмите на колокольчик и следите за обновлениями. Оставляйте комментарии и ставьте пальцы вверх. До новых встреч и хороших вам новостей!